Здравствуйте! Это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня с нами Институт физики Казанского Федерального Университета. Вы сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На них ответит профессор по образовательной деятельности КФУ, директор Института физики КФУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Альбертович Таюрский. Дмитрий Альбертович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, все, кто заинтересован в знакомстве с Институтом физики, позвольте вам очень коротко сказать, кто мы такие, зачем мы существуем на этом свете и кого мы готовим. Когда обычно говорят об Институте физики, то есть представление, что это готовят либо учители физики, поскольку с физикой сталкиваются в основном в школе, либо это есть какой-нибудь ученый, который занимается ядерными технологиями или чем-то подобным. Вообще в стандартах прописано, что мы можем готовить ученого-исследователя, инженера-исследователя, инженера-разработчика, преподавателя, но все-таки кого же мы готовим? Цель образования в Казанском университете, в Институте физики в частности, это подготовить человека, специалиста для выживания и успешной карьеры в так называемом ВУКО-мире. Это общепринятый термин, который означает следующее, что наш мир сегодня очень сложный, очень много факторов развития, принятия решения, нестабильный мир, неоднозначный мир, отсутствие ясности значения событий, неопределенный мир. И вот в этой ситуации нужны специалисты, которые способны отвечать на вызовы времени, работать в условиях неопределенности, принимать креативные решения. И все наши образовательные программы направлены именно на подготовку таких специалистов. Еще я хочу добавить, что именно готовим тех специалистов, которые будут жить в мире технологий 21 века, те технологии, которые будут уже в 25-30 годах. Не секрет сегодня, что все технологии меняются примерно полностью раз в 7 лет, поэтому даже когда поступает абитуриент на первый курс, если он учится 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре, то он уже выходит в мир, который в корне отличается от того мира, в котором он был, когда был абитуриентом. И именно это наша задача подготовить специалистов, которые способны отвечать на такие вызовы времени. В институте физики реализуется двухуровневая подготовка и моноуровневая подготовка, то есть мы готовим бакалавров по 4-летнему циклу обучения, готовим специалистов по 5-летнему циклу обучения и даже по 6-летнему по программе астрономии. Мы готовим магистров по 2-летней программе обучения и аспирантура, это 4 года обучения. Но если посмотреть вот эту цепочечку, бакалавр, магистр, аспирант или специалист-аспирант, то получается, что 9-10 лет это есть тот полный цикл обучения, который человек, абитуриент может получить в нашем институте физики. План приема, он есть на сайте. Мы ежегодно принимаем более 300 человек на первый курс по контрольным цифрам приема. Направления подготовки все обозначены, я могу о каждом очень долго говорить, но лучше оставим время на вопросы. Проходные баллы обычно спрашивают, которые есть, были или будут в этом году. То, что будет в этом году, никому не известно, поскольку все будет зависеть от того, как вы, уважаемые абитуриенты, сдадите единый государственный экзамен, именно от этого будет зависеть тот проходной балл, который будет устанавливаться. Но для ориентировки, вот здесь даны проходные баллы прошлого года на все направления подготовки. И эти все материалы размещены на сайте института физики и на сайте приемной комиссии, так что вы с ними можете познакомиться. У нас очень в институте физики много международных контактов. Реализуется несколько международных образовательных программ. Одна из них – это программа двойных дипломов с одним из ведущих японских университетов, которые реализуются уже больше 20 лет. Это можно получить диплом не только российского образца, диплом зарубежного вуза и степень PHD, международную степень доктора, философию, как принято во всем мире. Наши студенты имеют возможность обучаться от одного месяца до семестра и до года даже в различных ведущих научных центрах мира. Это и университеты Европы, медицинские центры, институт астрофизики Макса Планка и многие-многие другие. Но этим не ограничивается студенческая мобильность, поскольку к нам в институт физики ежегодно приезжает группа студентов из Европы, из Австрии, из университета города Инсбрук, приезжают из Тригнити колледж, это очень известный университет в Ирландии, Дублин, приезжают из университетов Японии для того, чтобы обучаться в тех лабораториях, в которых будете учиться вы, уважаемые абитуриенты 2021 года. Ну и студенческая жизнь института физики, это есть жизнь, насыщенная событиями, как в области науки, спортивной, культурно-массовом плане, множество студентов института физики, помимо того, что они получают стипендию, они получают, участвуют в конкурсах по получению различного уровня стипендий, стипендий президента Российской Федерации, правительства и так далее, и так далее. И у нас каждый год примерно 30-40 студентов получают такие именные стипендии. Спортивные команды тоже являются лидерами в спортивной жизни университета, спортивные команды института физики и в культурно-массовой деятельности, в которой охвачена большая часть студентов института, это участие в дни первокурсника, лучший студент года, лучший творческий коллектив и так далее, студенты принимают активное участие. Где работать? Работать можно везде, где нужны высококвалифицированные специалисты, те, о которых я сказал. Здесь приведены только малая часть тех компаний, которые принимают с удовольствием на работу наших выпускников, и они продолжают работать либо в качестве ведущих специалистов, или занимаются наукой. Поэтому ждем вас в институте физики, все контакты на экране, будем рады всегда ответить на все ваши вопросы в любом формате. Есть такой вопрос. Когда начинается прием документов и когда он закончится? Ну, в этом году, буквально на днях было опубликовано, прием документов начинается 20 июня, и заканчивается 29 июля. Есть такой вопрос. Устраиваете ли вы наиболее успешных в учебе студентов? Сотрудничаете ли вы с работодателями? Вопрос до того наивный, что даже не наивный. Я вам скажу так, что по федеральным и государственным стандартам в учебном процессе, в образовательном процессе в университете должны принимать участие представители работодателей, и их число должно доходить до 20% от общего числа преподавателей. Поэтому, естественно, что у нас работают в качестве преподавателей и представители Российской Академии Наук, представители ведущих компаний в Казани, в Татарстане, в России и в мире. И все возможности для того, чтобы осуществлять контакты и находить будущую работу, у нас здесь имеются. Ну и, естественно, что выполнение курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, они же тоже могут рассматриваться как подготовка к будущей работе в той или иной компании. Так что все возможности здесь для студентов есть. А какие сроки приема для иностранных абитуриентов? Для иностранных абитуриентов принимаются документы уже сейчас, и закончится прием документов 15 августа. Вот Сабл Рей спрашивает, поменялось ли количество бюджетных по сравнению с прошлым годом? Бюджетных мест, видимо. Практически нет. Практически не поменялось. Плюс, на какие-то плюс 5 направлений, минус, в целом нет. А как подать документы в онлайн-форме? Для этого нужно зарегистрироваться в сети, буду студентом Казанского университета, и там есть полная онлайн-инструкция, как это все сделать. На электронную почту придет полная инструкция. Пожалуйста, только укажите правильный электронный адрес, чтобы вам пришла регистрация, и вы могли дальше работать со своим личным кабинетом. После того, как личный кабинет у вас открыт, вам будет предоставлена возможность загрузить, залить все необходимые документы, которые будут проверены. Если что-то не так, вам будет тут же об этом оповещение. А если подавать документы в разные институты КФУ, это засчитывается как один вуз или несколько? Сегодня можно подать документы на 10 направлений подготовки. А сколько баллов примерно нужно набрать, чтобы поступить на бюджет? Вот я же сказал, вот цифры приводил я, вот они прошлого года. Значит, где-то для прохождения по бюджету надо было в среднем 225 баллов на некоторые специальности, на некоторые, такие как информационные безопасности, синие новатика, даже больше 250. Но в этом году у нас есть новшество, о котором вы тоже, наверное, знаете. Это то, что на некоторых направлениях подготовки у нас экзамены мы можем принимать в ЕГЭ не только физику, математику, русский язык, как было раньше, а, например, на нанотехнологии мы можем принимать ЕГЭ и по химии. То есть абитуриент будет сам выбирать, например, физику или химию, что у него лучшее, он может подавать документы. Полный список опубликован на сайте приемной компании, так что ознакомьтесь внимательно с этими новшествами. То есть у студента по ряду направлений подготовки есть выбор, какой экзамен ЕГЭ лучше, результат по какому экзамену ЕГЭ лучше представить, чтобы лучше выглядеть в конкурсной гонке за бюджетным местом. Еще один вопрос из Инстаграма. Правда ли, что в этом году будет еще одна волна приема? Ну, приема, видимо. Таких нет, таких не было. Подскажите сроки начала приема документов на бакалавриат заочного отделения. 20 июня, 29 июня. Но заочного отделения в Институте физики нет. Поэтому это не вопрос к Институту физики. А когда начнутся экзамены для иностранцев? По мере комплектования. То есть сейчас они начинаются в июне, по мере того, как будет укомплектована конкурсная группа. А в каком формате будут проходить? Все для иностранцев, для тех, кто не может приехать на территорию Российской Федерации в режиме онлайн с использованием дистанционных технологий, для тех, кто находится здесь в Казани, это обыкновенный письменный экзамен. Задания совершенно одинаковые. А проводятся ли подготовительные курсы для поступления на магистратуру? Да. В магистратуру? Да. В магистратуру нет, не проводится подготовительный курс. А вы говорили, да, на что хотели ответить? Для бакалавров есть подготовительные курсы. Да, 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 для бакалавров тоже интересно. Есть подготовительные курсы для бакалавров есть. Опять же, на сайте приемной комиссии есть все, что надо. Там, значит, есть математика, есть физика. То есть просто нужно зайти, посмотреть контакты и написать. Вы можете также еще раз написать нам в группу ВКонтакте или по электронной почте, которая указана на экране, и вам все подскажут. А можно ли задавать несколько вступительных экзаменов? Например, ну, для информатики, физику, для информатики, для физики. То есть возможность выбора, чтобы было. Значит, еще раз говорю. Внимательно ознакомьтесь со списком. Он у меня вот есть сейчас этот список для бакалавров. Значит, есть направление подготовки, где жестко прописана физика, математика, русский язык. Это на направлении подготовки физика, радиофизика, астрономия, геодезия, дистанционное зондирование. Вот на эти четыре направления подготовки жестко прописаны экзамены. Это физика, математика, русский язык. На направлении подготовки инноватика. Вы можете выбрать, помимо, что русский язык, математика везде обязательны. На направлении инноватика вы можете выбрать физика, информатика, либо химия. На информационную безопасность вы можете выбрать либо физику, информатику, иностранный язык. То же самое информационная безопасность автоматизированных систем – это специалитет. На нанотехнологии и микросистемную технику, как я уже говорил, вы можете выбрать либо физику, либо химию. На биотехнические системы и технологии можно выбрать либо физику, либо информатику, информационно-коммуникационную технологию. На педагогическое образование с двумя профилями, это физика и математика, вы можете выбрать математику, физику, биологию, химию, географию, информатику и ЕКТ. А обязательными являются русский язык и общество знания. Вот тут тоже вопрос есть. Мне 17 лет, нужно ли при поступлении участие родителей, если я планирую поступать на бюджет? Нет. Когда начинается учеба у магистров? У всех начинается учеба 1 сентября 2021 года. Когда будут проводиться дни открытых дверей? Список дни открытых дверей опубликован на сайте приемной комиссии. Вы также можете зайти в наши группы. Сейчас по датам я не боюсь просто дезориентировать. Но в июне, в июле мы планируем 3-4 раза проводить день открытых дверей. Последний день открытых дверей мы проводили 27 марта 2021 года. Есть еще вопрос из инстаграма. Математика везде, профильный уровень? Да. Так, задавайте, продолжайте задавать вопросы. Пока что список у нас заполнился. Но вот есть еще один вопрос. Сколько человек проживает у вас в комнате в общежитиях? Есть ли разница в количестве человек между бакалавриатом и магистратурой? Ну, это понятно. Нет, разницы нет. Разницы нет. Все зависит от размера комнат. Есть комнаты на 3 человека, есть блоки на 4 человека. Ну что ж, вопросы пока что вот появился. Дэн Залий пишет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будут ли присутствовать в научно-исследовательской деятельности проекты по разработке космических технологий? Если будут, то какие? Да, такие у нас есть проекты. Во-первых, у нас есть на направлении, если вы поступаете на направление астрономия, вернее, на специальность астрономии, то есть проект по дистанционному зондированию, картированию Луны. Сегодня этот проект очень важный в связи с тем, что ожидается в ближайшем будущем активное исследование и, скажем так, эксплуатация лунных ресурсов. Поэтому навигационная сеть на Луне тоже должна быть. И этот проект есть один из проектов, который мы осуществляем вместе с Роскосмосом. По космическим технологиям у нас есть проект, международный проект, где участвует Казанский университет, который называется «Спектр рентген-гамма». Это проект по наблюдению рентгеновских источников и определению новых объектов, новых черных дыр. Это, не знаю, является для вас космическими технологиями или нет. Есть проекты по использованию сети ГЛОНАСС, спутниковой сети ГЛОНАСС для решения определенных задач в индустрии и, скажем, в тех же самых беспилотных автомобилях. Ну вот, так далее, так далее. То есть ракетостроения у нас точно совершенно нет. А вот вы говорили с лунными ресурсами проект. Описать его как-то по-подробнее. Ну, известно, что на Луне у нас большие достаточно есть залежи полезных ископаемых. И сегодня очень серьезно прорабатываются вопросы Роскосмосом и вообще всеми странами о том, как мы можем использовать природные ресурсы Луны для того, чтобы либо осуществлять какую-то деятельность, индустриальную деятельность на поверхности Луны, либо транспортировать эти ресурсы на Землю. Но одним из важнейших ресурсов, которых очень много на Луне является, как ни странно, газ гелий, который находится в грунте Луны. Этот газ сегодня крайне необходим для решения множества задач той же самой суперкомпьютерной техники, тех же самых квантовых компьютеров. Поскольку пока что сегодня все компьютеры работают при сверхнизких температурах, они получаются с использованием жидкого гелия. Запасы жидкого гелия, гелия вообще на Земле газообразного, они ограничены изначально, то есть он не восполняется. И сегодня стоит серьезный вопрос о том, где мы можем взять гелий для того, чтобы успешно охлаждать те процессоры, которые используются в квантовых компьютерах. Тот же самый Google, квантовый компьютер использует IBM. И здесь вопросов возникает много в связи с тем, что этот газ, если мы его выпускаем, мы должны его снова собирать, он рассеивается в атмосфере. Поскольку он очень легкий, его собрать достаточно сложно. И поэтому я понимаю, что очень красиво смотреть на воздушные шарики, которые надуты гелием. Но, пожалуйста, имейте в виду, что это есть просто разбазаривание ресурсов, которые сегодня крайне необходимы для решения других очень важных задач. А, кстати, мне стало интересно, а для организма гелий как-то вреден? Абсолютно не вреден, это инертный газ. Единственное, что если вы вдохнете гелий, у вас голос изменится. Изменяем голосом. Ну, ненадолго. Ну что ж. В частности, уже разговор про гели зашел, пока там идут вопросы. Вы все знаете, что есть, например, те же самые магнитно-резонансные томографы, в которых есть магниты. И исследования, опять же, проведение медицинских исследований невозможно без включения магнитного поля. А чтобы достичь хорошей разрешающей способности, нужны достаточно сильные магниты. И эти магниты охлаждаются. Вернее, как эти магниты, магнитное поле создаются так называемыми сверхпроводящими магнитами. Магнитами, у которых обмотка, электромагнитная обмотка. Это и сверхпроводящие проводники, которые опять находятся при температуре жидкого гелия. То есть, для этого очень важно тоже для медицинских целей. Вот как раз насчет медицины спрашивают, как будет инсталайф с медицинским вузом? Наверное, вопрос не коретко тянут, потому что здесь не про это сейчас программа. Единственное, что я могу сказать, раз про медицину разговор зашел, то у нас в бакалавриате есть одна из программ бакалавриата по направлению физика. Это называется физика живых систем, где фактически изучаются фундаментальные основы функционирования живых систем. То, что мы называем медицинской физикой. Есть направление подготовки в бакалавриате, которое называется биотехнические системы и технологии, которое прежде всего занимается медицинским оборудованием, физическими принципами приборостроения и изобретением новых приборов и методов медицинской диагностики. Может быть, есть что-то связанное еще с медициной или больше нет ничего такого? Какие-то вузы? С медициной у нас есть магистратура, где мы готовим тоже специалистов в области уже медицинской физики. Это есть разработчики абсолютно новых методов диагностики и обучения. Они проходят достаточно серьезно, они получают большой объем знаний в области молекулярной биологии, медицины, технологий и готовы к решению задач по разработке абсолютно новых методов диагностики, которые сегодня очень востребованы, что и показал последний год, в котором мы живем. Для диагностики вот этих заболеваний ковидных было придумано достаточно много решений, и большинство из этих решений, они были придуманы во всем мире, работали, очень много физиков. Ну что ж, вопросов пока что больше не задают. Ну, есть еще один от Камрана Амбаева. Когда же будут внутренние экзамены, он спрашивает еще раз. Внутренние экзамены будут в июне, в июле месяце? 2021 года. Ну что ж, я думаю, на этом все. Ждем вас в Институте физики. Приходите, мы вам все расскажем, все покажем, и я уверен, что вам будет очень интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...